Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая. Я вот уже хотела вставать. Я вот тут говорила в предыдущем видео, что я лежу под Настенькой, рассказывала про Настеньку. Хотела уже вставать. Вот так тут хорошо, птички поют, прекрасно. Я сейчас расскажу вам еще одну сказку про томаты. Вот смотрите, пока есть время, пока есть настроение. Вчера я рассказывала о том, сколько подкормок нужно сделать за сезон, какие. Тем, кто не видел предыдущее видео, я в описании к этому видео ссылку выложу. В двух словах, я там говорила, что все зависит от состава почвы. Если почва хорошая, то подкормок обычно можно один раз-два и обчелся. Все зависит от того, осенью добавляли ли вы, например, там при осеннее внесение суперфосфата, всего от этого тоже зависит. И вот сейчас я подошла к самому интересному. Как выбирать подкормку? Какая подкормка должна быть первая? Я сейчас расскажу, какую я буду делать. Я буду делать прямо сегодня, я уже готовлю. И расскажу, какие вам, возможно, нужны подкормки. Ну, сразу добавлю, что первая это подкормка, которую по листу обрызгивания я делала, и я вам показывала, она у меня уже прошла. И это можно сказать, что у меня будет не первая, а вторая. Первая была, это микроэлементы. Я когда вчера говорила про подкормки, я говорила, что вот в начале роста, после высадки, через полмесяца, через 10-15 дней, нужна подкормка, которая будет содержать НПК, азот, фосфор, калий и микроэлементы. То есть, растения должны получить комплекс. Микроэлементы я дала отдельно. Вот я сделала опрыскивание, всё. А сегодня я буду делать подкормку фосфора, содержащую, то есть у меня будет фосфор и калий. Азота буду добавлять совсем немножко, только для того, чтобы фосфор хорошо усваивался. Я не буду делать комплекс, где в равных частях всё, потому что фосфор, ой, фу, блин, всё уже, потому что азот мне не нужен. Видите, у меня и так они все толстящие, все зелёные, и я боюсь азотом перекормить, потому что я добавляла перегной, и осенью мы сюда носили, и при посадке немножко добавляла. А вот фосфор, как я уже сказала, что я не очень такой послушный садовод-огородник, фосфор осенью при перекопке я не добавляла. И когда высаживала, я тоже добавила фосфор только вот в те первые лунки, которые делала не спеша, а потом у меня всё были срочные высадки, и я вам говорила, что я сейчас быстро-быстро-быстро высажу, а потом просто приготовлю вытяжку из суперфосфата, и чтобы в каждую лунку не вбивать, всё это не перемешивать с землю, и так как он долго растворяется, а если его размалывать на кофемолке, то это тоже долго, я люблю всё по-быстрому, я вот сейчас сделаю вытяжку из суперфосфата, и всё, что я не сделала осенью, не добавила, всё, что я не добавила в лунках при посадке, я сейчас всё это восполню вот этой подкормкой, в которой фосфор будет основное, фосфор, и добавлю калий серно-кислый. Всё это я буду делать для того, чтобы, опять же, себе облегчить труд, чтобы не лить под каждый кустик, чтобы не кланяться вот всем этим, а с лишним томатом я буду делать через каплю, вот через этот капельный полив. Как я буду делать, я потом сниму отдельное видео, потому что тут надо обязательно процеживать, тут надо вытяжку делать, всё это замерять, но я сразу скажу, что если вы начинающий огородник, вам проще взять магазинный комплекс готовый, вы можете просто прийти в магазин, сказать, посоветуйте мне какое-то удобрение, у нас есть там различные и ому весенние, есть удобрение весна-лето, есть удобрение томатон, но их очень-очень много, вам там обязательно подберут, и в первый раз, конечно, если вы первый год, лучше самим не составлять вот эти подкормки, потому что вы можете тут что-то, ну, прогадать, и будете ждать результата, а его не будет. Я составлю сама, я буду делать вытяжку из суперфосфата, добавлю серно-кислый калий и добавлю прям чуть-чуть-чуть-чуть азотистого удобрения, только для того, чтобы фосфор мой усвоился. Вот этот фосфор, он, растения его усвоят сразу, ну, конечно, не в этот же день, но, короче, намного быстрее и легче, чем они усвоили бы тот, который я укладывала бы в гранулах в лунке или даже измельчённой в лунке, он всё равно не такой. И вот когда делали вытяжку из суперфосфата, я вам говорила, что нам важно изменить агрегатное состояние вот этого вещества. Из вот этих гранул, из фосфора напылённого, на какой-то, на гипс, ещё там на что-то, на сопутствующий, нам нужно вытянуть этот элемент, вытянуть его в свободное состояние, чтобы в грунт поместить, и чтобы растения сразу же его взяли, чтобы не ждали месяц-два, потому что всегда пишется во всех научных статьях, что суперфосфат, который в порошке или в гранулах мы вносим, он растениям будет доступен только через два месяца. А нам нужно сейчас, вот сейчас, сделав подкормку, а ещё одна причина, я же прошла, посмотрела по своим рядам, и я сказала, что подкормка первая у нас будет у всех разная и будет зависеть от состояния наших растений. У кого растения, например, хилые, ослабленные, со светленькими листиками, лучше всего азот, чтобы присутствовал, да, потому что он поможет нарастить зелёную массу, и очень плохо, если, например, кустик вот крошечный-крошечный, а уже бутон и уже зацветает, ему просто не хватит силы на формирование этого. Тогда нужно, чтобы азот присутствовал в этой первой подкормке, и чтобы куст растения нарастил, а чтобы была зелёная масса, много листьев, которая способна будет потом помидорку прокормить, её же ещё прокормить надо. Ладно, цветок сейчас отсветёт, он не очень много возьмёт, а когда помидорище наливаться начнётся, кто будет её выкармливать-то? Маленький хилый кустик? Если вы видите, что у вас кустики маленькие, хиленькие, листики светленькие, или стоят в одном росте, тогда в первой подкормке обязательно должен быть азот. Ну или возьмите комплекс в равных дозах НПК, азот, фосфор, калий. Я этот сразу исключила вариант, потому что у меня вот большинство их прям зелёные, хорошие зелёные, они жирные, и если я ещё азот добавила, бы они бы зажировали. Потом, если кто-то высаживал и видел, что недостаточно развита корневая система, то нужно лучше подкормку с преобладанием фосфора, такую же, как мне. А я выбрала, знаете почему? Потому что я прошлась и увидела, что у меня на некоторых сеянцах фиолетовые листики. Фиолетовые листики, прям так фиолетовый такой хороший цвет присутствует. И это верный признак, что фосфоро... Фосфорное голодание, короче. Моим растениям не хватает фосфора, и я тут не буду разбираться, его же может не хватать по двум причинам. Или в грунте вообще нет фосфора, потому что суперфосфат не добавлен ни осенью, ни весной, это скорее всего. Или потому что они фосфор не усваивают, стояли на холоде, вот эти были, были холода, были перепады. И когда холодно, блокируется усваивание фосфора. Ну и так и так они не усвоили фосфор. Да если честно, я знаю, что у меня в грунте тут нет фосфора. Откуда он возьмётся, его никто не положил, если. И вот, поэтому у меня первая подкормка именно с преобладанием фосфора. Фосфор, калий, микроэлементы я уже дала. Всё. Я, конечно, всё это долго, всё подробно, кому-то кажется нудно. Но я очень хочу, чтобы вы поняли просто сам принцип. Чтобы не просто так. Увидели чей-то видеоролик, я подкармливаю его вот этим, и вы повторяли. Не надо бездумно повторять золотое правило. Подкормки должны быть грамотными и всегда обоснованными. Если вы делаете какую-то подкормку, вы спросите у меня, ой, у себя, вы спросите у себя, почему именно эту? Вот вы у меня спросите сейчас, вот почему я именно эту делаю? Я всё вам обосную. Делаю фосфорную, потому что мне азот не нужен, потому что они и так у меня растут, они и так у меня цветут. Но так как я фосфор не добавляла ни осенью, ни весной, а фосфорам и сейчас нужен фосфор и калий в первую очередь, им нужен будет сейчас, и потом при цветении, и при завязывании. Азот я уже исключила всё. Я знаю, какую подкормку я буду делать. И вот я всё это подробно объяснила для тех, кто может быть и захочет повторить мою подкормку, у кого может быть такие же схожие симптомы, что или листики фиолетовые, или просто он фосфора вообще не добавлял никогда в жизни в грунт. Пожалуйста, тогда можно повторить. А если просто вы хотите повторить, потому что вы слушаете и всё повторяете за мной, то это неправильно. Вы должны сами подумать, может быть вам азот нужен даже важнее, чем фосфор. Может быть вы сначала сделаете подкормку карбамидом, а потом уже возьмёте за фосфор и калий. Всё, до свидания. Я надеюсь, вы меня поняли. Если даже кто не понял, то, надеюсь, хоть один человек, какому-то одному человеку я своим этим советом помогу. Всё, до свидания. У меня перекур закончен, пошла работать, пора вставать.